и понажимаете, и поищите у себя болевые зоны. Мамочка родная, откуда это у меня тут такое напряжение? Что это? Что за ужас? Если уж мы с вами заговорили и даже поработали с нашим подбородком, то давайте идти дальше. Готовы идти дальше? Идти недалеко, это наша челюсть. Сегодня давайте поговорим, как держать челюсть и как держать зубы. От этого очень сильно зависит наше здоровье. Челюсть, особенно нижняя челюсть, не просто аппарат для пережевывания пищи. Нижняя челюсть человека, вот нашу нижнюю челюсть, можно уподобить основанию. Это не хлеборезка, как шутили дети у нас в школе. Основа основ не только в нашем лице, но вообще в нашем даже скелете. Давайте сегодня поговорим о двух важных крайностях. Между этими двумя крайностями нашли золотую середину, то очень многих проблем можно было бы избежать. Это и проблемы с зубами, и проблемы с головой, проблемы вообще со скелетом и с очень многими нашими проявлениями. Что это за крайности? Первая крайность, поскольку у нас много стресса, и он только увеличивается с годами, то первая крайность справляется в том, что люди, и мы с вами тоже, под давлением вот этого стресса очень сильно начинаем стискивать зубы. Очень сильно стискиваем зубы. Вы даже можете это слышать по тому, как люди с такими стиснутыми зубами говорят по телефону. Например, для российских бизнесменов характерно, для того, чтобы эти слова проживать, чтобы их слова невозможно было понять никому, кроме конкретного собеседника. Очень сильно стискивается. И вот это напряжение стиснутых, вечно стиснутых зубов, оно переходит на челюсть. И переходит в мощнейший стресс, который, понимаете, вот этот стресс направляется в кости. Снять практически невозможно. Знаете, да? У нас есть видео на канале, какими методами российские бизнесмены, олигархи снимают себе стресс. Не могут его снять, он не снимает. Это напряжение находится, вот это очаг, очаг напряжения, это стиснутые зубы, закрытые рот. Это первая крайность. Как её можно избежать? Ну, не нужно прокладки совать себя в зубы, да? Можно просто вспомнить. Первое – знать. Сейчас вы знаете. Первое – знать. Второе. Когда ты себя поймал на том, что у тебя зубы плотно сжатые, или ты поймал себя на напряжении в челюсти. Ослабь это, ослабь, ослабь, ослабь. Между зубами верхними и нижними должен быть интервал. Этот интервал может быть минимальный. Он может быть, как мы говорим, только на уровне мысли формы. Но если ты вот этот интервал мысли формы поймал, ты эту зону взял под свой психосоматический контроль. Это очень важно. Первое. Интервал в зубах. Добиться интервала и не стискивать зубы. Второе. Добиться, чтобы расслабление было и в челюсти тоже. Убрать, убрать. Вспомнил, осознал, убрал напряжение из челюсти. Это первая крайность. Вторая крайность. Люди ходят с разъявленным ротом. А вот тоже очень крайность неприятная. Она приводит к противоположным последствиям. Ну, каким, например. Люди с отпущенным и вечно раскрытым ротом. Это люди, которые склонны к потерям, в том числе потерям финансовым, потерям имущества. К потерям связей. И к очень неприятным старческим диагнозам. Вплоть, как мы говорим, до деменции. А этому? А если вы представили себе? Опять же, возвращаемся в школу. Вот эти школьные ужасные фразы. Я почему их повторяю? Не то, чтобы вас шокировать, а чтобы вот эту глубинную память вам поднять. Да, они очень цепучие, эти фразы. Помните, это Змитая? Что ты варежку разъянул? Вот это оно. Как только поймали себя на том, что мы варежку разъянули, хоп, прикрыть рот. И, смотрите, не захлопнуть его, как мышеловку, да, не зажать себе челюсть, а прикрыть так, чтобы тот интервал, о котором я сказал в начале видео, интервал между зубами, сохранился, пусть даже на уровне мыслеформы. Прикрыл варежку и улыбнулся. И улыбнулся. Ты сделал большое дело. Понимаете? Не надо себя рот заштупать. На уровне жизни. Это называется мастерство жизни. Мастерство жизни. Осознал и исправил. И так действуешь постоянно. Ничего страшного в этом нет. Сильно этим озадачиваться не надо. Не ковырять себя. Так, помню, помню я про это или нет, или забыл. Не ковырять себя. Те-не-не. Осознал? Вот пришла мысль. Проверил. Пришло ощущение. Проверил. Варежка у тебя или напряжение в челюсти. И справил. И справил. И стал очень сильно на путь оздоровления организма. Он очень сильно занялся своей важнейшей зоной, от которой зависит очень многое. Как я уже сказал, вплоть до нашего финансового состояния и вплоть до наших глубинных стрессов, которые настолько опасны, настолько глубинные, что никакой массажист их из вас не вытащит. А если вы, у нас такие зрители, да, которые говорят, о, слишком много болталней, дайте что мне конкретно. Вот если это осталось, да, для вас слишком в зоне высокого разговора, то возьмите просто и понажимайте себе пальцами в район нижней челюсти. И найдите зоны болевые. Вот просто возьмите и понажимайте. И поищите у себя болевые зоны. И если вы их найдете, то вы поймете, о каком напряжении, о каком глубинном стрессе я рассказывал в этом видео. Вот они. Ваши пальчики золотые и бриллиантовые вас не обманут. Они нажмут куда надо. И вот эта зона какая-то прозвучит так, что вы скажете, мамочка родная, откуда это у меня тут такое напряжение? Что это? Что за ужас? Вот так. Если вы это нашли, напишите свои ощущения под видео, другим будет интересно. А если вы хотите, чтобы мы эти темы развили на канале Мастер Го, поставьте лайк. А еще лучше, поделитесь нашим видео со своими родными и близкими. Любим вас на канале Мастер Го и улыбкой, и зубами, и расслабленной нижней челюстью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok